Ну, безусловно, Европейский Союз на сегодняшний день испытывает серьезнейший кризис, и не только кризис экономический, да, собственно, из которого произрастают все остальные кризисы, но и кризис, если хотите, социокультурный, что ли, кризис идеологии, кризис того фундамента, вокруг которого образовался в свое время Европейский Союз. То есть, родившись, по сути, из Союза экономического, знаменитый Союз Угля и Стали, потом Бенелюкс и потом Европейский Союз, к сожалению, последнее, наверное, десятилетие Европейский Союз пошел путем обретения политических смыслов своего, так сказать, межгосударственного объединения, да, то есть из Евросоюза некоторые мыслители европейской политики начали строить Соединенные Штаты Европы, что само по себе, наверное, в традиции европейской демократии, в традиции европейской государственности крайне сложная и практически нерешаемая задача. Многие из европейских государств могут проследить тысячелетнюю историю своей государственности, и в этом смысле прямая утрата суверенитетов европейских стран в пользу вот такой общей европейской семьи или общеевропейского государства, она изначально выглядела очень сомнительно и проблематично. Конечно, удобно путешествовать внутри Европы, так сказать, без каких-либо границ и таможен, и пограничных контролей, да, находясь там в Шенгенском соглашении. Это удобно, но не более того, пока не разразился серьезный экономический кризис, европейцы только сидели и роптали по своим кухням, да, когда, так сказать, евробюрократия наступала все больше и больше на национальные суверенитеты европейских стран. Сегодня эти процессы таким синергетическим эффектом усилены этим экономическим кризисом. Безусловно, отказ от национальных валют в пользу общей евро, другие какие-то, так сказать, вещи, я имею в виду другие вещи по отказу или делегированию части суверенитета вот в европейский центр, в еврокомиссию, в европейский парламент, в европейский совет. Конечно, сегодня все больше и больше находят критиков, особенно в больших европейских государствах, в традиционных европейских государствах, и в Германии, и во Франции, и в Испании, и в Великобритании, кстати, очень много сегодня евроскептицизма, другой целесообразности, кроме как экономической, жертвовать своими национальными суверенитетами европейские страны не видят. И Европейский Союз, он и родился из экономического союза, да, это важно. А сегодня от частичной утраты суверенитета европейские государства не получают экономическую выгоду, а наоборот, они терпят серьезные убытки. И может быть, единственное, кто более-менее себя неплохо чувствует, это Франция с Германией, собственно, авторы знаменитого проекта «Европейские деньги», я имею в виду евро. Понятно, что для Германии тогда не было другого выхода, находясь в очень тяжелом отрицательном балансе после объединения Германии, Германия должна была что-то сделать. Вот Германия, и Франция ей в этом активно помогла, пролоббировала вот эту историю с общей валютой. В итоге, при возникновении экономического кризиса, несколько лет назад, мы видим, что это привело, по сути, к тотальному обнищанию ряда европейских стран. Греция, Испания, другие балканские государства, они практически на грани, так сказать, нищеты. И когда Европейский Союз должен им помогать и защищать их от таких финансовых потрясений, конечно, необходимые достаточные действия евробюрократия делает, но не более того, это не ведет к процветанию этих государств. Поэтому в Италии то же самое, абсолютно те же самые процессы. Правда, слава богу, Италия смогла как-то, так сказать, избежать этого, ну, что называется, дефолта. И это касается всех. Польша, пожалуйста, Польша, ну, Польша, надо отдать должное. Польша до сих пор, вот, находясь в этой вот риторике, как бы не имея возможности сильно возражать, но, тем не менее, Польше удается до сих пор сохранить национальную валюту. Что, кстати, сказать, во многом не дает и не дало Польше вот тоже упасть в дефолт. При всем при том, что Польша живет довольно тяжело, там немного денег, промышленность, по сути, евробюрократии разрушена, та промышленность, которая досталась Польше от советских времен, да, знаменитые польские производства, польские верфи, польские столевары, да, там, ну, эти вот металлургии, это все либо закрыто, либо работает в 10-15% мощности. То есть я о чем хочу сказать? О том, что сама по себе идея Европейского Союза, его создания, политического Европейского Союза, то есть создание унифицированного среднестатистического европейца, причем как бы непонятного пола и содержания, да, то есть основанное на вот этой вот толерантности, человека без национальности, непонятного цвета лица и так далее, она потерпела неудачу. Мы видим, что голос евроскептицизма сегодня в странах Европы громче, звучит громче и громче. И в этом смысле, наверное, Европейский Союз требует своего рода переучреждения, что ли, если кому-то нужно сохранение Европейского Союза.